С этого начинается возведение планетария. Чтобы обсудить все вопросы, связанные с началом работ, в мэрии прошло совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием представителей профильных департаментов, подрядной организации и специалистов РКЦ «Прогресс». Объект непростой, очень много факторов, которые могут повлиять на строительство. Это и работа нашего музея, это и ракета, которая располагается рядом, это сложные грунты, это проект, в общем-то, достаточно сложный. Хотелось бы на начальном этапе с вами обсудить все вопросы, которые на сегодняшний момент уже возникли, ну или могут возникнуть в дальнейшем. В первую очередь специалисты РКЦ «Прогресс» продолжат обследование здания музея и монумента ракеты в усиленном режиме. Сначала они оценят действующее состояние здания и памятника, а затем учатят контроль для отслеживания влияния вибраций и возможного движения грунта на конструкции. Для этого у них есть вся необходимая техника, которая будет замерять как силу вибраций, так и вертикальность ракеты. При изменениях строительные работы будут приостанавливать, чтобы найти решение, как обезопасить величественный монумент. «Планируем поставить специальные датчики замера вибраций на основании ракеты, которые нам покажут, какие воздействия передаются со стороны строительной техники на основании ракеты». Особое внимание уделят и высаженным вокруг Космического музея елем. Их бережно выкопают вместе с грунтом и перевезут в питомник, где их будут хранить до теплого времени года. «По технологии замораживаться кому где-то 2-3 дня. После этого будем их подъемным краном поднимать и в железные сетки опускать. И в целости сохранности повезем на питомник специально отведенные места для хранения». На время работ переместят на ответственное хранение и памятник легендарному конструктору Дмитрию Ильичу Козлову. А вернут на место уже после завершения строительства, к открытию планетария. Кроме того, во время работ временно не будут включать и световую подсветку ракеты. В целях обеспечения безопасности сотрудников музея было принято решение временно разместить их в другом здании. Работа экспозиции на время строительства будет приостановлена. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.